Русские говорят здоровый как бык, а китайцы полон силы и энергии как тигр и дракон. Крысы всегда в достатке, лошади успешны, овцы прирожденные дипломаты. А родиться в год свиньи, так это вообще счастье. Всем привет, меня зовут Анна Кузина. Сегодня я познакомлю вас с китайским гороскопом и подробно расскажу про 12 животных символов китайского нового года и их характерные черты. Вы узнаете, почему китайцы подгадывают рождение детей под определенные знаки. Узнаете, почему вместо возраста они спрашивают у собеседников год, кого он родился, и как это все звучит по-китайски. Итак, начинаем погружаться в атмосферу китайского нового года. Чхунтье! Поехали! Кстати, прежде чем мы приступим. Хотите научиться правильно произносить китайские слова, быстро запоминать иероглифы? Хотите научиться быстро говорить по-китайски? Если да, спешу вас пригласить на мой бесплатный мастер-класс «Как быстро заговорить по-китайски на бытовом уровне». Насколько быстро? За три с половиной месяца. Этот мастер-класс про уверенность. Хотите ходить в рестораны, вызывать такси, делать покупки в магазине, чувствовать себя комфортно в аэропорту, гостинице, спрашивать дорогу у местных жителей, спокойно общаться с китайскими друзьями, коллегами и смотреть китайские сериалы в оригинале? Если да, то скорее присоединяйтесь по ссылке под этим видео. И настраивайтесь на продуктивное обучение. Что такое китайский календарь? Это система исчисления, основанная на комбинации 10 небесных стволов и 12 земных ветвей, что в свою очередь составляет 60-летний цикл. В основе лежит 12 животных покровителей, 5 элементов стихий и цвета, которые присваиваются животным. Что за 5 элементов стихий? Это огонь, воздух, земля, дерево, металл. То есть у каждого года есть животное, стихия и цвет. Поэтому каждый год мы слышим такие интересные сочетания, как золотая водяная крыса, зеленый дракон и так далее. В итоге таких комбинаций получается 60 на год по комбинации. То есть их хватает всего на 60 лет. Через 60 лет эти комбинации начинают повторяться. Что же касается животных, то они повторяются каждые 12 лет, потому что животных-символов всего 12. 12 животных составляют шэнг сяо. Это схема, в которой представлены животные и их характерные свойства. И это то, что мы называем китайским или восточным гороскопом. Шэнг сяо. Китайцы верят, что 12 животных обладают способностью наделять родившегося определенными чертами. И иногда даже учитывают этот факт при планировании беременности. Например, по статистике на год свиньи и год дракона приходятся пики рождаемости. Потому что считается, что дракон мудр и успешен. А свинья особо не перетруждается. При этом имеет все для счастья. Почему же именно 12 животных? Как вы можете догадаться, существует множество легенд. Одна из них гласит, что Будда пригласил к себе на праздник животных и дал им обещание дать им погоду, названному в честь них. Другая гласит, что нефритовый император Юхуан Та Ти решил назначить священных животных. И в том и в другом случае прибыло 12 зверей. И встал вопрос определения порядка между ними. Есть легенды о состязании между животными. Есть о том, что они приходили один за одним. О том, что крыса оказалась самой юркой. О том, что крысу пожалели из-за ее маленьких размеров и поставили первой. И так далее. Итак, каковы же особенности каждого животного? Шу. Мышь или крыса? Первая в китайском гороскопе. Она олицетворяет ум, активность, хитрость и жадность. Девиз «Крыс – вижу цель, нету препятствий». Ради достижения цели крыса готова идти на разные ухищрения. Она всегда в поиске выгоды и отличается осторожностью и прагматичностью. Это умные и проницательные личности. Они ценят имущество, умеют копить и приумножать свой достаток. Многие китайцы подгадывают рождение ребенка на год крысы, потому что считается, что тогда человека ждет богатство и успех. У тебя судьба счастливая, тебе скоро удача будет. Следующий знак – это бык. Ниу. Бык символизирует трудолюбие, упрямство, внутреннюю силу и консерватизм. Бык – это самый надежный, самый честный и самый принципиальный знак. Это позволяет ему двигаться в нужном направлении и достигать поставленных целей. Люди тянутся к быку, потому что видят в нем стабильность. Кроме того, это добрый и открытый человек. В любви быки не размениваются на короткие романы. Они очень быстро обзаводятся семьей. И часто бывает так, что быки становятся многодетными родителями. Именно поэтому бык – это символ семейных ценностей и традиций. Ху. Тигр. Тигры – это революционеры, бунтовщики, провокаторы. Они поражают своим могуществом, храбростью, дерзостью. Такие люди всегда за справедливость и ищут ее повсюду. Крайняя амбициозность позволяет тиграм добиться очень многого. Но именно она становится препятствием на их пути. Тигры жаждут власти и не согласны идти ни на какие компромиссы. Они отличаются цепким умом и готовы его демонстрировать всегда и везде. Они могут с легкостью освоить как точные, так и гуманитарные науки. Тху. Это кролик. Кролик отличается высоким уровнем интеллекта, умением вести себя в обществе. Это активный человек, который разбирается в людях и сторонится конфликтов. Они по своей природе семьянины, сторонники традиций. Это заботливые и добрые люди, которые готовы отдать все ради счастья близких. Бесконфликтность кроликов открывает им многие двери. Их легко принимают в любой коллектив и в любую компанию. Лун – дракон. И это главный герой предстоящего Нового года. Лун – единственное мифическое животное, представленное в китайском гороскопе. Он символизирует ум, мудрость, стремление, лидерство. Драконы любят быть в центре внимания и используют любую возможность, чтобы выделиться на общем фоне. Поэтому нередко выбирают публичные профессии. У них хорошее здоровье и прекрасная сила воли. У драконов много друзей. Их харизма привлекает внимание окружающих. И из-за таких особых качеств китайцы, конечно, стараются подгадать так, чтобы ребенок родился именно в год дракона. Поэтому ожидаем бум рождаемости. Шиа – змея. Это символ хладнокровия, мудрости, хитрости и расчетливости. Люди, рожденные в год змеи, всегда и во всем руководствуются своей тончайшей интуицией. Они ведут себя благоразумно, умеют выжидать и наблюдать, благодаря чему всегда держат контроль над ситуацией. При знакомстве они кажутся опасными и загадочными людьми. Их характер отличается выносливостью, терпением и умением восстанавливать энергию. Такой человек никогда не останавливается перед трудностями. Он всегда идет до победного конца. И поэтому часто достигает вершин успеха. Ма – это лошадь. В восточном гороскопе лошадь считается чуть ли не самым ярким и позитивным знаком. Кажется, что этот человек рожден для того, чтобы наслаждаться жизнью. Он ценит свободу и старается никогда не ограничивать себя всякими условностями. Человек, рожденный в год лошади, может профессионально развиваться в любой отрасли. Но он, как правило, выбирает работу с людьми. Лошади любят жить хорошо. Они окружают себя красивыми вещами и создают комфортные условия для проживания. Я люблю деньги, я люблю роскошь. Ян – это овца или коза. Козы – это прирожденные дипломаты. С присущей только им грацией они умеют вести разговор в нужном русле. Умеют задавать правильные вопросы и выслушивать собеседника. Козы одним только своим видом располагают людей к себе. Люди, рожденные под знаком козы, очень открыты миру. Однако они часто слышат в свой адрес, что они чрезмерно инфантильны и медлительны. Но это не так. Большое сердце и ранимость скорее говорят о том, что это тонко чувствующие натуры. Это также невероятно творческие особы, которые способны достичь большого успеха. Хоу – обезьяна. Обезьяна символизирует ум, хитрость, коварство, ловкость и эгоизм. Люди, родившиеся в год обезьяны, любят устанавливать свои правила и жить по ним, стараясь организовать окружающих их людей так, чтобы они тоже следовали именно этим правилам, чтобы самим обезьянам было максимально комфортно. Обезьянам удается очень легко манипулировать людьми. Они выносливы и честолюбивы, но при этом их характер отличается веселостью, благодаря чему у них много друзей. С ними никогда не соскучишься, потому что обезьяны – это очень классные рассказчики и внимательные слушатели. Кстати, китайцы тоже очень любят этот знак и не прочь, чтобы их дети родились именно в год обезьяны. Ти – петух. Знак петуха считается бунтарем и первопроходцем. Петухам очень важно лидировать и опережать других. Люди, рожденные под этим знаком, активны и жизнерадостны. Высокий уровень ответственности и трудолюбия заставляет их делать все максимально качественно, что, конечно, не может не нравиться работодателю. Люди, рожденные в год петуха, бесконечно верят в себя. Они любят делать вид, что у них все прекрасно, какие бы трудности ни случались в их жизни. Как у тебя там, маэстро? Я нормально, падаю! Гоу – собака. Знак собаки в восточном гороскопе характеризуется верностью, бескорыстием, терпением, великодушием, активностью, большой силой воли. Люди, родившиеся под этим знаком, подобны быкам. Собака всегда стоит на страже справедливости. Они готовы до последнего отстаивать свои принципы и идеалы. Всегда во всем действуют с позиции правды. Но это также становится причиной того, что собаки не смотрят широко на события. Они видят только с одной стороны. При этом это мудрые личности с аналитическим складом ума, что позволяет им выкручиваться из сложных ситуаций. И последнее животное в китайском гороскопе – это джу-свинья, или, как мы еще называем, кабан. Свинья символизирует прямолинейность, честность, простоту и медлительность. Она обладает общительностью, искренностью и широкой душой. Коммуникабельность и гибкость позволяют ей найти общий язык с любым человеком. Это бережливые люди, которые не только умеют много зарабатывать, но и приумножать накопленное. Люди, рожденные в год свиньи, во всем хотят дойти до самой сути. Любимому делу они отдаются целиком и полностью. Ну а для китайцев свинья является символом успеха. Поэтому родиться в год свиньи для них, родиться в год свиньи в китайской культуре – это большая удача. Теперь, как китайцы спрашивают, в год кого-то родился. Важно знать, что этот вопрос очень ходовой в Китае, на уровне «Сколько тебе лет?». Поэтому знать его нужно обязательно. Звучит он так. Шу – это принадлежать. То есть дословно получается «чему ты принадлежишь». Ты принадлежишь чему? Ответ простой. Я принадлежу. Я родился в год. И называем животное. Например, я родилась в год крысы. Звучит это так. Уо-шу-шу. Уо-шу-шу. Интересный факт. Китайцы любят использовать этот вопрос, чтобы напрямую не спрашивать человека, сколько ему лет. Они спрашивают, в год кого тот родился, и сами подсчитывают возраст. Интересно, а в год кого родились вы? Обязательно пишите в комментариях ваше животное, и все ли совпало из того, что говорится о вашем знаке в китайском гороскопе. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Если еще не подписаны, скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайк полезному видео и не забывайте регистрироваться на мастер-класс, чтобы научиться уверенно разрешать бытовые вопросы на китайском. С вами была Анна Кузина. В следующем видео я расскажу вам о символе Нового года – драконе, истории его иероглифа и что он нам принесет в Новом году. Бай-бай!